Ну, все, наверное, люди или почти все люди в своей жизни занимались сексом без любви. Я бы не стал говорить, плохо это или хорошо, я бы сказал, что это, наверное, какая-то некая компромиссная история. Кстати, по поводу компромисса пишет Оксана. Компромисс, когда ты его не любишь, но с ним надежно. Например. Ну да, если мы говорим о семейной жизни, то, скорее всего, это один из таких известных примеров. Интересно, что когда мы вообще обсуждаем такие семейные истории, то большая часть информации приходится на выбор женщины. Что женщину не любит мужчина, но выходит за него замуж, и дальше идет целый список. Потому что он надежный, потому что он обеспечивает, потому что детям нужен отец, потому что я не хочу остаться одна, и пусть у меня будет вот нелюбимый, но муж, ну и так далее. И очень редко, когда люди пытаются поговорить о том, а что, собственно, вроде бы такие благополучные мужчины находят в нелюбимых женах. Потому что мужчина ровно столько, сколько и женщина, жалуется на то, что они не чувствуют себя полноценно в семье, что жены их там не понимают, они там чужие люди, жены они не любят и так далее. Тогда возникает у меня тоже резонный вопрос. Как бы мужские функции более-менее понятны для женщин, во всех случаях понятны в том смысле, в котором их обычно обсуждает, что мужчина дает. Но трудно представить себе без обсуждения. Мужчину, который как бы вот тот самый полноценный, замечательный, который может обеспечить любую женщину, я не знаю, уверенный в себе, он решает все проблемы, женщина себя чувствует с ним защищенной и так далее, а тогда спрашивается, а он-то что ищет? В женщине, которую он не любит, почему он идет на такой шаг, что создает с ней семью, не испытывает к ней чувства? Это интересный, кстати, вопрос. И там, наверное, есть ответ, потому что, видимо, что-то не совсем так, как думается. Алина пишет, мне 21, заканчивая институт, ему 26 месяцев, 3 года, я хочу замуж, он еще не готов, скажите, рано ли жениться? Ну, рано, во-первых, Алина, точно рано. Во-вторых, если он, как вы пишете, называете его, своего жениха, он, вместо не менее третьего лица, что-то само по себе является сигналом, к тому, чтобы задуматься, а не готов, то с вашей стороны, ну, не то, чтобы прямо насилие, но какие-то не совсем такие отношения естественные, да, когда оба человека хотят одного и того же, и делают это. Представим себе, что вы уговорите как-нибудь вашего молодого человека, которому 26 лет, жениться. Но он же этого не хочет, и если у вас ничего не получится, то как бы ответственность за эту ситуацию будете нести вы, по той причине, что он вам всегда напомнит, что он не хотел жениться. Это вы его буквально заставили. Почему еще рано, вот к нам приходил врач-психиатр на эфир, он сказал достаточно резонно, что лет до 30, но давайте без фанатизма, мы живем в России, в России 30 лет почему-то считается достаточно поздним возрастом для вступления в брак, но тем не менее, там 20 лет или 22-23 года, это же все такие детско-юношеские периоды, когда люди имеют некие незрелые и представления о жизни, и сами чувства, и очень многое меняется. И еще, Галина, если бы вы позвонили, мне было бы интересно узнать, а вам-то почему так приспичило в 21 год замуж выходить? Я вот этого не очень понимаю. Виталий пишет, современное общество с его денежным эквивалентом позволяет самореализоваться в постели даже импотенту с другим кошельком, причем девушкам это нравится. Рынок, запятая, блин, пишет Виталий, который видимо в постели мачо, но с кошельком проблема. Ну, судя по тому, что Виталий пишет. В каком смысле Виталий самореализоваться? Если у человека, как говорят урологи, эректильные дисфункции, это кошелек, эта проблема не может решить. И мужчина понимает, что даже если он платит за это деньги, то ему от этого как бы в постели лучше вряд ли становится. Поэтому вы зря так. Но мы в очередной раз, конечно, сталкиваемся с классовой неприязнью, я бы сказал. Макс спрашивает, Михаил, как вы относитесь к интернет-ресурсам, где можно найти партнера на ночь? Ну, нормально отношусь. Если кому-то нужен партнер на ночь, это вот то, что вначале было сказано, когда секс существует. Вот почему так происходит, это как раз тема для обсуждения. Тем не менее, если человеку хочется просто заняться сексом, у него сейчас никого нет, он один. Наступает ночь, он сексуально возбужден. Ну, идет в интернет-ресурс, ищет себе партнера на ночь. Ну и что в этом? Такого я не понимаю. Плохо, что это как бы все за деньги происходит, и это все с проституцией связано, это, конечно, печально. А сам по себе секс и поиск партнера на ночь? Давайте обсуждать. Я так понимаю, что это многим режет ухо. Очень многие считают, что это на самом деле ненормально. Вот почему хочется на эту тему пообщаться? Замечательное письмо от Ивана Эспензы. Ухаживай за девушкой, пишет Иван. Ухаживание принимает, но говорит, что пока не видит отношений со мной. Что посоветует, как влюбить ее в себя? Ну, первый вопрос, Иван, который резонно хочется задать, что такое ухаживание принимает, но отношения не видит. Что именно она принимает? И что такое ухаживание, как вы это понимаете? Это первое. Второе. Влюбить в себя девушку не надо. Очень многие люди не понимают и обижаются, когда их отвергают. Это для многих является ударом по самолюбию. Один не понимает вот чего. Что все люди разные, и кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. И здесь нет ничего личного. Это не потому, что ты хуже другого человека. Ты просто другой. Как любят говорить люди, в таких случаях не в моем вкусе. Это не хорошо и не плохо. Это так жизнь устроена. У каждого человека есть совершенно даже в подсознании ощущение того типа людей, который ему нравится и который ему не нравится. Здесь действительно нет никакой обиды, ничего личного. Но люди этого не понимают. И они пытаются добиться. Вот то, что вы хотите, Иван, вы именно пытаетесь добиться. В чем проблема? Даже если вы влюбите в себя девушку и добьетесь ее, проблема в том, что та причина, по которой вы ей не подходите, она все равно потом вылезет. Я приведу вам простой пример. Приходит в консультацию женщина по поводу развода. Ну, я задаю, естественно, вопрос, а вы как встретились, как познакомились? Она говорит, вы знаете, но еще в институте мы познакомились, и он за мной ухаживал три года. Он так за мной замечательно ухаживал три года, что на четвертом году я ответил ему согласие. Друзья мои, давайте переведем теперь эту романтическую фразу на русский язык. Она звучит жестко и неприятно. Три года я ему не давала, но он меня так достал, что в результате я сломалась. И именно это так и выглядит. Потому что если ты ей нравишься, то не надо три года... Притом это не то, что можно всю жизнь ухаживать за своей женой, просто ее любя. Но здесь человек, ухаживая, имеет некую цель, я бы сказал, не совсем даже благородную. Он хочет добиться своего. Притом одни хотят добиться в постели, другие хотят склонить к сожительству, третий хотят женить на себе и так далее. Но вот это добивание в этой ситуации, мне кажется, совершенно неуместное. И самое главное, что люди получают некую 7-минутную выгоду, а это ухаживание напрямую связано с выгодой, чтобы ни у кого не было иллюзий. Человеку вообще наплевать на мнение другого человека. Ему все равно, что ему не нравится, например. Его интересуют только собственные эмоции. И он действительно может добиться. Но вот та причина, по которой тебя отвергли, она, конечно же, всплывет. Не сразу. Потому что некий период будет держаться или на влюбленности, который, как Иван, хочет, у кого-то вдруг проснется. Или на каких-то собственных комплексах одиночества и так далее, и так далее. То, что иногда нет хорошей жизни, соглашается на такой выбор. А потом, когда ситуация стабилизируется, человек опять придет в сознание и скажет, это вот тот самый, который 3 года за мной бегал, а я над ним смеялась. И все вернется на круги своя. И если в 20 лет не женишься, то в 30 лет понимаешь, что ты не дурак. Алекс, вы знаете, может быть, у вас такое отношение к браку негативное. Владимир, секс без любви, извращение, секс следствие любви. В идеале. Владимир, давайте соединим две части вашего предложения. В идеале, да. Но без идеала это не извращение, это просто секс без любви. Потому что в сексе, кроме такой душевной составляющей, есть еще физиологическая. Ее, собственно, никто не отменял. Люди, которые это не хотят признавать, они немножко инфантильно выглядят. Они такие идеалисты, и они как бы отвергают физиологическую часть секса. То, что партнеры рано или поздно будут люди на стороне, неизбежны, да, если все хорошо. Как к этому относиться? Ну, во-первых, относиться надо грустно к вашему заявлению. Очень жалко, что вы так считаете. Я думаю, что нам могут и позвонить, и написать многие люди, которые так не думают, и не просто не думают. Они без этого как-то прожили. То есть ни рано и ни поздно у них никого на стороне не было. Я не могу сказать, что таких людей много, но они есть. Поэтому относиться надо не как к данности, а надо самому быть каким-то человеком определенным. И выбирать себе в партнера такого же человека. А это очень все связано. Какой ты, собственно, такой у тебя и партнер. Дело в том, что даже классические истории про бедную женщину, у которой муж тиран, там нет истории о том, что один из них плохой, а другой хороший. Это история, как правило, про сада Маза. Это история о том, что она ведет себя как жертва и выбирает себе мужа, который является тираном. И если бы она разрешила свою проблему и не была бы жертвой, то и мужа бы такого не было. Но обычно, когда такие истории рассказывают людям, они обычно одну половину этой семьи жалеют. Ну, естественно, ту, которая является жертвой. Тирана, соответственно, осуждают. Но тут нет виноватых, да, тиран, он как бы сам мучается от себя, он агрессивен, он не может спокойно жить, и у него свои как бы тараканы в голове. Но жертва, она испытывает тоже, к сожалению, патологическую привязанность такого типа людям. И здесь вот, еще раз повторяю, не история, где один виноват, а другой жертва. Здесь история, я бы слово виноват вообще не употреблял, история таких-то патологических отношений. Вот Алексей пишет, мне стали часто сниться эротические сны, что делать? Алексей, надо что-то с ними делать, с эротическими снами, это замечательно, что они вам снятся. Михаил, обращаюсь к вам как специалисту. Мой сын Сережа совсем не хочет детей, как мне его переубедить, очень хочу внуков. Нина Ведерный, город Москва. Дорогая Нина, вам, во-первых, спасибо за сообщение, это просто классика жанра. Мне заранее жалко вашего внука, потому что он появится на свет не потому, что его хотят и любят, а потому что бабушка просто хочет внуков, а папа детей не хочет. Как представляете, если потом отношения у папы с ребенком не сложатся по причине него нежелания иметь детей, вы объясните внуку, что у него такая тяжелая жизнь, и папа его не любит, потому что бабушка в свое время захотела иметь внука. Нина, возьмите себя в руки и подумайте. Я, конечно, понимаю ваше замечательное желание иметь внука, но дети как бы живые, и так с ним не надо поступать, чтобы они закрывали чью-то проблему, и они вообще не сами по себе рожались на свет, а только потому, что кому-то через третье лицо еще, то есть не самим родителям этого ребенка, да, а маме одного из них, почему-то вдруг захотелось иметь детей. Я понимаю, собственно, это не вдруг, это совершенно здоровое желание иметь внуков. Я надеюсь, что ваш сын Сережа, я не знаю, сколько ему лет, когда-нибудь захочет иметь детей, это должно быть потребностью. Конечно, очень часто у мужчин нет такой потребности биологической, как у женщин иметь детей, но само желание иметь детей уже достаточно для того, чтобы хотя бы ребенок родиться в семье, где его просто ждут. Притом его ждет не бабушка в другой семье, а как бы родные родители. Олег из Вологды, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну, я хотел сказать немножко, что не вполне вот с вами согласен, то, что в начале передачи такой, то есть... Ай, не надо со мной соглашаться, это хорошо, потому что вы не согласны. Ну, как бы, если женщина не ответила взаимностью сразу там, а спустя, например, там три года, да, что как бы за ней и ухаживать вроде как не стоит. Вот я просто знаю, что как бы многие женщины, вот они как бы хотят быть, ну, как это слово, востребованными, что ли. Вот эта вот мужская инициатива, признакомство, там она как бы вот была подтверждена еще чем-то. То есть хотя бы там... Три года? Не три года, но там хотя бы, чтобы... Ну, давайте, вот это очень... Раз в три, раз в три, это хотя бы как-то так было отставлено. А что было? Расскажите. Вот это интересно, потому что тема мне самому интересна. Расскажите мне, как вы это понимаете? Ну, смотря, конечно, что под целью, да, рассматривать. А что рассматривает? Стоп-стоп-стоп. А что рассматривает мужчина по цели трехгодичного ухаживания? Мне тоже интересно. Что именно он рассматривает, когда он три года ухаживает? Он что хочет? Вот я вообще полагаю, три года ухаживать, то, скорее всего, что не просто одну ночь провести с женщиной, скорее всего, что он хочет, наверное, все-таки, чтобы она стала его женой. от каких-то семейных отношений. А что с ней происходит? Да, да, я понимаю его. А с ней что происходит, она три года его не хочет. И замуж за нее, собственно, не хочет. И детей от него не хочет. Ну, скорее всего, что вряд ли она, конечно, как монастыка, там, будет сидеть и ждать чего-то. А вдруг вот... Это вариант она подыскивает. Ну, просто, может быть, через три года эти варианты как бы истощаются, и она, скорее всего, что соглашается. Вот я такой вариант. Ну, а что же вы тогда говорите, я с вами не согласен. Скажу вот что. В чем разница? Если я ухаживаю за женщиной, я ухаживаю по одной причине. И мне это нравится. У меня есть желание сделать ей приятное. Я ничего от нее не хочу. В том смысле, что я хочу от нее, только в том случае, если она сама этого хочет. Если она этого не хочет, мне этого тоже не надо. И ухаживание мое носит абсолютно здоровый характер. Мне просто приятна женщина, я ее люблю. Мне хочется сделать ей приятное. Поэтому я ухаживаю. Мужчина, который ухаживает три года, никому приятного сделать не хочет. Он реально маниакально хочет добиться своего. У него такое навязчивое состояние. Ведь многие люди приходят в консультацию и говорят, там, я люблю ее просто, вот жизнь без нее теряет смысл. Вот или она со мной, или я вообще не вижу никакого. Вот Олег к нам вернулся, да, Олег? Да, да. Замечательно. Я специально для вас повторю. Я говорю, ухаживать надо просто из желания человеку сделать приятное. А когда ты ухаживаешь из корыстных целей, ты хочешь что-то добиться, то это неискренно. Согласитесь. Я в этом с вами полностью согласен. Я вот единственное хотел сказать такой момент, что женщина, она все равно как бы хочет почувствовать себя востребованной, она ждет ухаживания. И как бы если она соглашается, то она теряет ценности как бы в глазах мужчины и собственную. Олег, это очень глупая женская идея. Я ее абсолютно не разделяю. Я вам по-другому скажу. Если она как бы отдаваясь мужчине, что-то теряет в своих глазах, значит у нее комплексы, ее надо лечить. Потому что если она знает себе цену, как у нас говорят, да, то если она уверена в себе, да ей вообще плевать, она сама выберет с кем спать. Она никогда не заморачивается на тему, что о ней подумают, после того, что она ляжет в постель. Она из этой постели мужчина может сама еще выкинуть. Но когда женщина комплексует, то вы правы, да, тогда у нее возникает такая идея, что пока за ней ухаживает, она себя чувствует на подъеме. Ну, из знаки внимания как бы. А когда все это произошло уже, да, то она начинает, у нее уже страх заранее присутствует, а как он будет относиться там после секса к ней. И, кстати, какое разочарование ждет многих женщин. Те мужчины, которые подолгу ухаживают, они действительно плохо начинают относиться, когда получат свое. Потому что их зацикленность, она уже имеет некое неуважение к объекту зацикленности. То есть, человек не считается сменением другого человека. Ему вообще все равно, что она о нем думает. Нравится он мне, не нравится. Он просто хочет получить свое. Лида из Москвы. Доброй ночи, Михаил. Мой МЧ, МЧ, если кто не понял, молодой человек, видимо, считает, что он доминирует в наших отношениях. Хотя я очень часто принимаю решения, он не признает это. Почему? Он считает себя Альфой. Спрашивает Лида. Лида, вы бы у него и спросили. Почему бы меня об этом спрашивают? Я не знаю, почему он себя Альфой считает. Аня спрашивает. Михаил, а если уверенность в себе тает с ростом любви и привязанности, я начинаю поступать со своими интересами и зависеть от каждого слова и взгляда партнера. И во мне начинает расти страх. Дорогая Аня, я вас хочу огорчить. К любви это не имеет уже никакого отношения. Просто, видимо, вы так зависите от людей, что когда в вашей жизни кто-то появляется, то то, что вы принимаете за любовь и привет, является, с одной стороны, благодарностью за то, что кто-то с вами, и вы не одна. А с другой стороны, это же и порождает страх. У меня в 40 лет еще нет девушки. Главная причина – неверенность в себе. Девушки уходят после первого свидания, пишет Евгений. Евгений, ну то же самое, как вот и с Олей 25 лет. Если у вас в 40 лет нет девушки, то давно уже сходили бы хотя бы к сексологу или к сексопатологу и поговорили бы. Что же вы мне на радио в 40 лет пишете? Можно подумать, что вы до этого не думали о том, что у вас нет девушки. Владимир, 27 лет, в Санкт-Петербург. Мне приходилось общаться с девушками легкого поведения. Я понимаю, что это ненормально, но мои внутренние проблемы мешают мне познакомиться с девушкой на улице, а секс, извините, хочется. Как можно решить такие проблемы? Но решить проблемы надо не с девушками, Владимир, а с собой. Если вы не можете подойти к девушке на улице, то у вас, наверное, действительно есть комплексы. И с ними и надо было обращаться к психологу. У вас в Петербурге замечательные психологи работают. Ну вот, друзья мои, наша программа подходит к концу. И желаю вам, чтобы у вас в жизни все было хорошо. А если у вас что-то нехорошо, то нужно не стесняться обращаться к специалистам. Но вы все-таки живете в цивилизованной достаточно стране. Пока! Подписывайтесь на канал и пишите, что думаете об этой теме в комментариях.